Жду Леси, встретила подписчицу. Да, мне очень приятно. Я вышла даже с автобусом. Да? Все так приятно. Подошла, увидела. Спасибо. Дарите штуку радость. Спасибо. Я вас ждала через НБР. А, через НБР. Понятно. Спасибо большое, что вы даже вышли. Я даже не ожидала, что так можно. Я не могла никогда. Спасибо большое. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, вы здесь в Киеве живете, да? В этом районе тоже вместе со мной? Район Академгородка я живу. А, ну это с соседями, значит, очень приятно. Спасибо. Приехали на НСК Олимпийский. Лася, привет. Вот Лася меня сегодня... Выгуливает. Выгуливает. Но оказывается, здесь не так-то и легко найти. Обычно оно проходит на метро Лесная. А сегодня первый раз на какой-то НСК Банников. А это разное, да? Каждый СВИ организовывает свой фестиваль. А, понятно. Да. И вот покажу, куда мы вышли. Мы даже не знаем, куда идти. Сейчас будем обходить очень далеко. Хотя, может, есть какая-то прямая дорога, но мы не видели. Ну вот нам подсказывает навигатор карты. И мужчина сказал, что надо по кругу обойти стадион. И вот где-то там мы выйдем. По-моему, люди идут туда, значит, мы идем правильно. А может, они вообще не туда? Может, они в Гулливеры идут? Ну, мы за ними тоже пойдем. Ну вот, идем. Ну, будем гулять. Что делать? Вышли же гулять, правильно? Да, погода хорошая. Погода хорошая, да. И солнечная. Леса меня спрашивает, встретилась с Лесей, говорит, Люба, вы зонтик взяли, сегодня дождик должен, обещали дождик. Вот такое, да. А я говорю, нет. Я не взяла. Да, я говорю, нет, я не взяла. Ну что? Я наоборот думала шляпу взять. Потом думаю, какая шляпа, если будет дождь. А оказалось, надо было брать шляпу даже вообще. Вот идем с Лесей. Я ж не посмотрела на эту карту, а Леся не так посмотрела, да, Леся? Ну, меня так он показал. Вот люди все идут, значит, мы туда идем. Если бы я глянула вообще, где она находится, я бы, конечно, туда не повела бы сюда. Потому что мы идем очень долго. На самом деле, на самом деле, вот уже другое метро, республиканский стадион называется. Мы могли выйти здесь. Это даже раньше, чем Олимпийский. И вот Гулливер находится, торговый центр. А вообще, я бы сейчас еще посмотрю, куда мы идем. Может, мы вообще могли бы выехать на Печерское метро, и там бы рядом было бы. Ну, короче... Обратно уже будем смотреть. Как мы будем ехать обратно? Да, просто в следующий раз Люба будет смотреть, как идти. Потому что я таких-то хорошо знаю. Да, Люба дольше его знает. Я пешком обходила просто свое время. Каждую улочку. Вот синагога здесь. О, а здесь снимают какой-то клип, наверное. Посмотрите, да, афроамериканцы. Какие-то спортсмены. И парень вот лежит на машине. А вообще-то какой-то иностранный клип, наверное. Все говорят на английском. Ага. А можно снимать на YouTube? Конечно. Здесь краешку. Вот ребят можете снять. Это наши привезли актеров. Ямайки и с Африки привезли актеров. Привет, как зовут? Джосия. Джосия. Джосия, очень приятно. Меня Люба. Да. YouTube, YouTube. Да. Разворачивайся. Да. Как вас? Как вас зовут? Он из Ямайки. Он из Ямайки. Он плохо говорит. Вот девочка, значит, Кристина, Нигерия. Да. Спасибо. Есть свой YouTube-канал тоже. Тоже есть, да. Значит, смотрите, давайте дальше пройдем. Давайте. Да. Очень приятно. Из Европы приехала, Бельгия. Да. Питер Джетсон. Британский. Это Би-Ти, он будущий родинамо Киева. Он сейчас играет почти. Получилось, малая. Это модель в нескольких модельных брендах уже снялся. Может, где-то видели его лицо. Знакомый, им кажется? Не знаю. Уижу. Я именно. И я, в конце концов. Ведущие мероприятия, концерты, корпоративы, дни рождения. Юбилеи похороны. Юбилеи. Все, будет номер. Ссылка в описании. Значит, меня зовут Сабир. Подпишитесь на мой инстаграм. Айди Сабир. Какой молодец парень. Вы даже не знаете, кто я, но вы меня захватили, чтобы я вас снимала. Я не знаю, что вам интересно, бы я хотел помочь. Конечно. Я такая злая на Лесю. Идем, 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 идем. Могли бы уже давно быть там и уже назад бы поехали даже. Я боюсь, что там все закончится, Леся. Все съедят без вас. Конечно. Ну, зато бы где бы таких ребят встретили. Все-таки не зря все происходит. Ну, конечно. Вот это единственный плюс, Леся, хочу тебе сказать. Сейчас мы проходим. Да, но мы придем, а уже там никого не будет. Представляешь? Ничего, фигура будет стройнее. Для чего мы идем, Леся? О, пахнет Макдональдсом. Не, мы туда в Макдональдс не идем точно. О, видите, здесь собачки гуляют. Мы были во Львове? Мы были во Львове, а там, видимо, собака на площади потерялась. Такая красивая шарпень, что ли, как-то она там называется. Такая классная собачка. Ну, не знаю, она быстро убежала. Это собачка. Мы бы уже давно были там. Если это на Щерса бывшие, то это точно там. Ну, сейчас примерим вашу теорию. Я тебе говорю. Мы бы уже давно были там. И уже поснимали, уже домой бы возвращались. Ну, что, мы раньше вечера не вернемся. Это, как говорит Олег, у нас сейчас обед. Ну, может, мы вообще... У нас сейчас обед, а еще ужин должен быть. А, так ты с этим расчетом так, да? Ясно. Чуть и любую загонять сначала, да? Да. Здесь даже у нас, как в Голливуде, есть звезды. Мария Примаченко. Так, картины ее смотрела. Богдан Ступко, актер. Остальных не знаю. А, а дорогу... А дороговцы, да, знаю. А дороговцы, да, да, знаю. Торговый центр Голливия. А еще сейчас вам покажу сзади. Вот в самом конце, вот тут, в углу, Писарабский рынок. Вот сейчас ждем троллейбуса. Напротив у нас больница. Вот на этом таком пагорбе находится больница на склоне. И вот вход, церковь у входа. А дальше большая территория больниц. Вот эти вот здания, это уже больница. Ждем троллейбуса. Стоим на бульваре Леси Украинки. Вот такой у нас бульвар. Нежданно, негаданно мы с вами еще на экскурсию попали. Что-то нас все равно ведет навигатор не туда, куда надо привез. Но я думаю, что это где-то уже здесь рядом. Здесь вот какой-то стейкхаус бразильский. И Катюша. А что нам уже куда дойти? Давай вот сюда зайдем дальше. Да, пошли. Видишь, вон, даже коровы и то хотят туда в стейк бар зайти. Вообще зашли на территорию военного какого-то госпиталя. Идем через какие-то арки, через какие-то КПП. Боже, вот эта Леса меня завела. Хотела вам показать заднюю арку. Сейчас покажу. Посмотрите, арка в заднюю арку впереди. Сейчас я тебя съем. Да нет. Просто что, ходим, ходим. Там уже все закроется. И нечего будет показать людям даже. А нормально будет? Я еще такими путями не ходила. Еще надо идти. Время не погуляли. Находили. Находили, да. А, так ты хочешь сказать, что мы нагуливаем аппетит? Ты любишь меня поводить, понимаешь? Как в шов горы. Каждый день с тобой похудеем, может быть. Здесь такое калорийное место, как раз для фильмов. Там, сороковую годовую. Окна старые. Натура хорошая. Да. Лоси, режиссер. Давай. И вот, дошли, наконец-то. Шли, шли, наконец-то пришли. Ура! Представляешь, если заходим, а там никого уже нет. Вот, конечно, вот вам. Начальный тернавальный комплекс Федерации футбола Украины имени Банникова. Мы что-то не знаем о своих местах. Да не знаем, да. Не, ну, теперь хотя бы, чтобы они работали. Я больше всего переживала, чтобы они... Потому что они сегодня последний день могут собраться и уже идти домой, если не будет людей. Так сильно. Ну, вот этот стадион. Кстати, надо показать стадион. Вот это один стадион. Там музыка сильно играла, поэтому я ставила другую музыку. И вот с этой стороны, видите, новый какой-то дом еще. Еще стадион внизу. Мы сегодня с Ласей побываем там, где я никогда не была. Я думала, я в Киеве уже все знаю. Но вот смотрите, оказывается, вот еще есть такой дом футбола. Да, будинок футбола. Вот дом футбола. И еще один стадион. Сейчас ближе покажем. Вот еще один стадион. Газоны покошены. Ну, что-то тишина, Лася. Очень такая... Вот я не зря волновалась. Видишь, уже все разошлись, наверное. Придем. Кто опоздал, тот не успел. Кто не успел, тот опоздал. Да, новые дома, смотри как. Хорошо, да? Вот человек вышел и побегал здесь рядом. Нет, музыка играет, Лася. Подходим. Уже люди собираются. А, да, уже люди собираются. Вон, раскладывают все. Люди уже никого не остались, все разъехали. Вот это облом. Столько шли. И никого нет. Музыка играет только. Чего нету уже? Все съели. Идемте дальше гулять по Киеву. Ну, вот обломчет, Люба. Надо было вчера приходить. Видите, никого уже нету. Нет, Лася. Это просто кто-то сильно долго спит. Правильно? Кто виноват? Невистка. Пошли уже. Я тебе говорила, давай в стейку вот этот зайдем, да и все. И на этом фестиваль закончим. Да. Ну, ладно. Что делать? Еще пойдем когда-нибудь сходим. Вот чувствовала я, что надо сюда заходить. Так что давай зайдем, посмотрим. Чтобы не совсем расстраиваться сегодня, да? Да. О, корова со стороны. Давай. О, корова со стороны. Сегодня воскресенье и опять облом. Да, не повезло. Да. Зарезервированы, говорите, все столы. Ну, ладно. Ну, забыл, мы пошли по рукарню по Лася. Оказывается, наша Лася имеет свой парик. Стол. Лася называется. И ты молчала? Привный, да. Скрытый миллионер. Ой, да, Лася. Ну, хоть здесь нам повезло. Попьем дофиг. Ну, интересно. Попьете. Ой. Олег. Ну, хотя мы не попали на уличную льду, мы поедем в хот-добе. Дабл хот-дул, гигантский, классический и веганский маленький. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Показывай, как ты будешь есть. Показывай, как ты будешь ездить. Почему-то нам какие-то попались маленькие, большие. Я не сказал так. Прикольно. Показывай, как ты будешь ездить. Это кафе находится напротив ботанического сада. Чуть-чуть вниз спуститься от метро университет. Грузинскую кухню? Грузинскую кухню? Да. А мы не лопнем, деточка? Вы соберете меня в руках и понесете дома. Или ты превратишься в так, как тетя Люба. Да. Шарик. Гальдораджа. Все, идем лучше пройдемся. Прогуляемся. Сколько, Леся, еще мест в Киеве, неизведанных нас с тобой? Надо еще все объекты обследовать. Надо еще зрителей попросить, чтобы они сказали, где очень вкусное кафе, и мы туда сходим. А мы пойдем и проверим с ревизией. Любаки с Лесей. Я согласна, чтобы только Леся проверяла.